Здравствуйте, уважаемые друзья! Микромушки мы уже с вами для зимней рыбалки делали, а вот микростримера еще нет. Хочу предложить вашему вниманию микростример, который будет выполняться из пера с добавлением блестящих элементов. Как обычно, я подготовил крючок, огрузил его свинцом и латунный шарик, где-то так же, как обычно, 2,5 миллиметра. Берем с вами, промажем немножечко свинец, чтобы клей пропитался. И будем изготавливать. Для изготовления мне понадобится нить, достаточно крепкая, но желательно, чтобы была тонкая, приблизительно где-то 12-0. Сразу за свинцом я закрепил нить, остатки удаляем. И здесь же мы с вами будем крепить хвостик. Хвостик я буду изготавливать из вот такого оранжевого пера. Нам понадобится с вами совсем небольшая щепоточка перьев, для того, чтобы мы могли сделать хвостик. Так, выровняем наши перышки, так, чтобы они были все одинаковой длины. И вот таким вот методом я беру необходимое для меня количество и отрываю. Сложили все вместе и приблизительно померяем, так как почти нимфу будем. Длину хвостика мы изготовим чуть меньше длины нашего тела. Подхватили. И почти до самого начала загиба прихватим. Остатки удаляем. Теперь, для того, чтобы нам сегментировать тело, я подготовил полосочку вот такую голографического юнифлос с красноватым оттеночком. Если у вас нет, можете использовать проволоку, любой материал, который вы пожелаете для сегментирования тела. Крепим здесь же. Само тело будем изготавливать, можно изготавливать его как из пера фазана, вернее павлина, так и можно изготавливать из даббинга. Учитывая то, что не только плотву, но и другую живность наш стример ловит, мы с вами возьмем даббинг. Вот такой производства Hens. Достаточно проверенный уже и хорошо работает. Я не подравниваю тело, ничего здесь не предпринимаю, так как наш даббинг, промазал я клеем, ляжет на цевьё. Наношу необходимое количество даббинга. Буквально до первого соприкосновения даббинга с моим цевьём, я вот так изготавливаю животик. И этим животиком, я теперь, начиная от хвостика, придаю цилиндрическую форму своему стримеру, создавая небольшое утолщение, доходя до грудки. Выполнять будем практически одним цветом, поэтому я здесь также ещё добавлю, так как у меня немножечко не хватило. Изготавливается очень быстро и легко. Материалы можете использовать на своё усмотрение, какие вы пожелаете. Это значение не имеет. Я вам покажу вариант, который уже проверен и работает. Оставляем в таком положении. Беру теперь наш блестящий юнифлосс и проматываю, сколько у меня выйдет. Два, два, три, три. Сколько выйдет оборотов для нормального, красивого нашего тела. Закрепили здесь. Остатки удалили. Нанесём немножечко клея, так как на нить, так как наши материалы достаточно скользкие. И сделаем парочку оборотов. Нам необходимо изготовить крылышко. По понятным причинам изготавливать крылышко из меха здесь будет для нас проблематично. Поэтому я беру и равными частями начинаю это же пёрышко своё отщипывать, так, чтобы у меня длина моих перьев была неизменной. подобрали, подготовили и формируем крылышко из наших перьев. Если по каким-либо причинам, допустим, кончики вот так неровные, их можно брать и подравнивать, чтобы они у нас были в ступке. не совсем они выравняются, так как имеют крючочки для сцепления. Подравняли. Померяем необходимое количество нашей, нашу длину. Вымеряем. Приблизительно должна равняться у нас так, чтобы доходило хотя бы крылышко до середины нашего хвостика. Вот столько нам будет достаточно. Теперь остальное берём, аккуратно перекладываем, чтобы не нарушить целостность нашей конструкции. Подрежем, подравняем перо. Берём немножко, сейчас промажем место крепления. И сами вот так вот, как мех я обычно делаю. Промажем перо. Притяжной петлей стараемся в одном месте, не рассредотачивая наш мех, вернее, наше перо. подхватили. У нас вышло вот такое крылышко. Окончательно его подхватим. И теперь добавим немножечко блестящих элементов. В качестве привлекающего элемента я буду использовать кристалл флэш. Буквально пару волокон нам необходимо будет закрепить. Вот так будет достаточно. Для того, чтобы не проматывать 325 раз, мы сразу с вами закрепим. Я подобрал вот такое перышко крашеное. курочки и закрепим его сразу возле нашего крыла. Остатки удаляем. Подвернули, промотали и отрезали. Для того, чтобы создать ёршик, отводим бородки назад. И сколько позволит длина нашего пера, изготовим наш ёршик. Следим за тем, чтобы наши бородочки не подминались. Пару-тройку оборотов, я думаю, будут вполне достаточно. Вот как раз вышло у нас 3 оборота. Поднимаем перо вверх и крепим наше перо. Уводим бородки все назад и проматываем перед пером. Следим за тем, чтобы у нас здесь не образовывалось горлышко. Остатки пера удаляем. и нам с вами, друзья, остается только лишь нанести капельку клея на нить и сделать завершающий узел. И вот такая необычная наша мушка, то ли стример, то ли мокрая мушка, готова к работе. Вот и все. Как вы видите, достаточно быстро. Уловистость у нее тоже достаточно хорошая. При такой величине крючка, как мы изготовили, хорошо берет платва, красноперка и другая белая рыба. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч! Продолжение следует...